В последнее время особенно часто приходится слышать такое толкование высказывания Иисуса о Динарии Кесаря, как если бы ученики благоговейно спросили учителя, стоит ли нам сопротивляться оккупантам. А тот ответил, ни в коем случае. Помышляйте исключительно о том, что Божье, то, что Кесарьва, не ваше дело, это политика. Не вмешивайтесь, не все так однозначно. На самом же деле ответ Иисуса отнюдь не назидательной инструкцией своим благожелательно настроенным последствиям. Искали в это время первосвященники и книжики, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, и, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его, учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь и не смотришь на лице, но истинно пути Божьего учишь. Позволительно ли нам давать, подать Кесарю или нет? Евангелие от Луки, 20 глава, 19-20 стих. Вопрос задали специально подосланные лукавые люди, притворившиеся благочестивыми. Их целью было уловить Иисуса в слове. Требуя прямого ответа «да» или «нет», они пытались припереть его к стене и загнать в угол. Скажи он «да», и это неизбежно приведет к разочарованию окружающего толпы, как всегда падкая лишь на идеи популистов, сулящихся минутные выгоды. Отрицательный же ответ станет легитимным поводом предать его начальству и власти правителя. Он же, уразумев лукавство их, сказал им, что вы меня искушаете. Иисус не поддается на провокации. Его отповедь – не наставление ученикам об отношениях к церкви и власти, а обличение лжецов, притворяющихся благочестивыми. Его слова призывают их к покаянию, ибо вправе ли тот, кто утверждает, «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божьему учишь», спрашивать о том, отдавать ли кесарю то, на чем запечатлен образ кесаря, если не исполняет главное повеление учителя, не отдали Богу то, на чем запечатлен образ Божий, то есть себя самих. Впрочем, люди лукавые, которые, притворяясь благочестивыми, ссылаются на слова Иисуса, дабы оправдать беззаконие, творимое их правителями, по сей день сами тем самым обличают собственное лукавство. Невозможно, отказываясь называть зло злом, быть вне политики, ведь любые аргументы в поддержку такой позиции, не все так однозначно, мы не все знаем, а другие тоже злотворят, так велика с речкой цели собраться и тому подобное, аргументы именно политические. Слово Божье гласит, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, напротив, обличайте эти дела. Ефесянам 5.11. Не вмешательство в контексте чиневого насилия, поддержка насильника, а не жертвы. Нежелание обличать беззаконие, молчаливое в нем соучастие. Что же это, если не политика? Слова Иисуса не утратили злободневности. Мы живем в обоих измерениях, кесарем и Божьим одновременно. Стоит лишь начать должным образом разделять их, и все становится ясным, как день. В кесаром измерении единственным источником власти и носителем национального суверенитета постсоветских государств является народ. Так, по крайней мере, гласит основной закон, Конституция и Украины, и Белоруссии, и РФ. Так что любое беззаконие, которое творит нанятый народом управитель, творится от имени, по поручению и на деньги нанявшего его коллективного кесаря. В Божьем измерении основным законом является Писание, гласящее, «Если я вынес злодею приговор, злодей, ты умрешь, а ты, человек, не предупредишь его, не предостережешь его от преступного пути, то он умрет за свои преступления, а тебя я призову к ответу за его смерть». Иезекииль, 33 глава, 8 стих. «Свою миссию подателя жизни Иисус противопоставляет делам вора, губителя рода человеческого, того, кто приходит только для того, чтобы украсть, убить и разрушить». Иван Глиатана, 10 глава, 10 стих. «Если к чьим-либо действиям применимы все четыре глагола приходит, украсть, убить, разрушить, следует понимать, кто служит кукловодом для него и его приспешников». Так что, какая бы из стран не творила беззаконие в отношении другого государства, мы, ее отмалчивающиеся граждане, суть – соучастники этого беззакония в кесаревом измерении и виновники в Божьем. Чей же мы тогда образ? Субтитры создавал DimaTorzok